здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас необычное интервью назовем его интервью в масках мы сегодня будем говорить о добровольчестве благотворительной деятельности волонтерстве сегодня у меня в гостях волонтер волонтер со стажем это студентка полмитского государственного университета надя хаджинова который является на сегодня волонтером но я бы хотел немножко рассказать предыстории когда у нас объявили карантин республики я как и наверное многие другие жители нашей республики но хотел чем-то помочь и зашел на сайт добровольца в россии зарегистрировался качестве добровольца и попозже там через два-три дня я узнал то что у нас существует штаб помощи которую под названием мы вместе я пошел туда и прошел на столько раз стал волонтером и там познакомился вот и именно там я познакомился с надей нас определили с ней в команду специальную в которой мы вместе развозим продукты лекарства ну помогаем пожилым гражданам ну давай сразу перейдем я знаю то что у тебя вот период нашего общения я знаю то что у тебя очень огромный опыт очень очень большой опыт ты очень долго за занимаемся волонтерством ты знаешь что что это ну знаешь все фишки вот эти волонтерские ты везде где только не была я бы хотел поговорить об этом вот с чего почему ты решила быть волонтером самый первый раз для начала здравствуйте добрый день меня зовут надя хаджинова я являюсь студенткой к комус государственного университета четвертый курс волонтером являюсь я уже можно сказать официально 17 года это все началось со всемирным фестивалем молодежи студентов где я уже была волонтером волонтером материально-технического обеспечения там у нас можно сказать я только-только окунулась в мир волонтерства для меня это было впервые ну а дальше там уже пошли более крупные мероприятия также я участвовал не только например чемпионате мира по футболу восемнадцатом году но и у нас калмыкии проводилась масштабное мероприятие это чемпионат мира по боксу среди студентов где съезжались нам с других стран такие же студенты как и мы и первое что встало для нас вообще это общение интересное общение с другими подростками такими же как и мы но у нас был именно взаимосвязи английский язык то есть волонтерство это не только хорошие знакомства но и конечно же мы потягиваем английский язык то есть на этих мероприятиях ты еще усовершенствует свой английский да и конечно же благодаря этому волонтерству мне есть очень много друзей не только в республике но и в россии поэтому это для меня очень интересно и вот так вот вот выезжаю на разные мероприятия даже вот по республике у нас были мероприятия это бокс борьба также в них же участвовала являюсь активистом университета уже с первого курса и конечно же все это пошло можно сказать еще со школы потому что там мы тоже были очень активными ребятами и для меня волонтерство это как можно сказать уже часть жизни когда я уже в период пандемии узнал о том что у нас формируются волонтеры по всей россии ну и мне стало интересно если у нас бригада волонтеров в калмыкии увидев на сайте добровольцы россии тоже я пока не будем говорить о акции мы вместе поговорим вот вообще волонтерстве мне бы хотелось чтобы ты остановились у тебя сына поподробнее где ты была у них где ты была от благодаря от волонтерству куда ты ездила какие мероприятия посещал ты сказал про чемпионат мира ты каком городе было на чемпионате мира по футболу я была в городе москва это можно сказать эпицентр этого мероприятия был и я работала в аэропорту шереметьево у нас задача была встреча и право и мы встречали и провожали гостей также разные это были директора фифа это были команды футбольные ты видела футбольный звезд да и видя не футбольный звезд но честно я далеко от футбола плане того что я не знаю всем футбольный звезд прям которые малоизвестны и больше известно я просто была волонтером данного мероприятия мне не было какой-то такой вот именно задачи и цели какие были у других волонтеров увидеть своего кумира нет не мне это просто было как посмотреть изнутри на мероприятие такого огромного масштаба кроме того что вы встречали звездам гостей чем ты еще занималась на чемпионате мира также мы еще иногда ходили на стадионы помогали это была навигация то есть как только начинается матч футбольный там же нужно было сначала показать некоторые приезжали на метро от метро там до стадиона была навигация мы волонтеры помогали всем пройти куда правильно потом мы работали с билетами то есть рассадка чтобы они все сели на свои места потому что стадион огромный и порой в нем теряешься для этого есть волонтер навигации которые помогают именно найти свое место и и не потеряться в этом большом стадионе то есть это было с будет были специально организована волонтерское движение на чемпионат мира на или она или она есть всегда вообще в россии просто сейчас мы находимся на сайте добровольцы и там порой бывает как сказать заявка мы подаем анкету на это мероприятие и дальше уже происходит отбор там мы проходим по skype обучение обучение также у нас обучение по тестам по английскому языку по русскому языку как бы показывая что у нас уровень владения языком соответствует данному мероприятию типа нравился чемпионате мира качестве он дюр да мне очень это понравилось поин того что мы работали не только с гостями звездами футбола но и с болельщиками это мне кажется самая позитивная сторона мероприятия это мы увидели болельщиков из других стран как они болеют за свою страну как они приезжают другую страну чтобы поболеть за свою команду эмоции это положительная буря положительных эмоций плане того что они рассказывают мы делимся друг с другом как что какие достопримечательности куда лучше съездить что посмотреть и просто вот от общения с людьми уже как-то получаешь гамму положительных эмоций уставала ну да был тот факт что уставали но именно вот это вот предвкушение мероприятия или же сам факт общения она подстегивала идти дальше идти на смены это все с удовольствием как говорится проходить кроме этого где было еще в качестве волонтера так еще было вот недавно в августе девятнадцатого года на чемпион на world skills казань это по мастерству профессиональному был чемпионат также там съезжали со всех стран из самых-самые лучшие выбирались это шло все по профессиям там были профессионально все представлялось по профессии и очень было интересно также такие же почти функции это навигация это именно помощь на самих кластерах то есть у нас были там кластеры в которых организовано несколько площадок и есть волонтеры площадки которые помогали самим участникам там я уже была как волонтер навигации помогали пройти где какой кластер что в этом кластере какие площадки вот и там же это все я я же не одна я же с другими волонтерами нас формируется команда волонтеров скалмыки и мы ездим на мероприятие это те например к тому прошли обучение прошли все эти этапы и нас пригласили мы собираемся вместе и едем можно одним рейсом отлично кроме этого еще какие-то мероприятия ну можно сказать и есть у нас в калмыкии в листе проходили мероприятия по борьбе по боксу это тоже вот это мне кажется самые лучшие мероприятия потому что мы могли поболеть за наших калмыцких спортсменов спортсменам да то что вот они показывали как нужно бороться за победу это мы просто не только были волонтерами еще и болельщиками можно сказать данных мероприятий потому что хотелось тоже поболеть за своих это вот начинается азарт начинаешь вот болеть полностью всей своей душой за спортсмена калмыцкого ты говоришь что что-то дойдет а вот что что выйдет что что что-то выезжала это кто спонсирует но едем те же кто организации которые проводят эти чемпионаты все на некоторые мероприятия нас целенаправленно направляла республиканский центр молодежь вы просто вот тратят ли волонтеры свои деньги чтобы там участвовать в мероприятиях чтобы быть волонтером тратят тратить некоторые вот я лично свои ресурсы тратила именно денежные на то чтобы попасть на мероприятие например то же самое мероприятие в казани я поехала за свой счет то есть это всего лишь например оплата за дорогу оплата за проживание питания и нахождение в том городе это все за счет мероприятия идет за счет организатора понятно ну давай вернемся к нашему сейчас тобой движению да к волонтерству вот кстати надяна стояла на том чтобы у нас эфир был в масках я хотел провести без масок ну вот надевы очень такой строгий человек и настояла на своем и вот мы проводим маск у каждого волонтера также должен быть свой бетч и паспорт который мы всегда носим с собой это чтобы люди удостоверились том что это правда мы волонтеры акции мы вместе и никакие не мошенники мы помогаем людям ну вот как ты решилась я понимаю то что быть волонтером на чемпионате мира чемпионате мира по боксу или там где-нибудь на другом публичном мероприятии это не вызывает никакой не предусматривает никакой опасности жизни и здоровья тем более ты понимаешь то что сейчас под угрозой не только жизнь и здоровье например твоя как человека но и твоих родных и близких с которыми ты проживаешь почему ты решилась пойти именно волонтером в период пандемии стать участником акции мы вместе ну во первых начнем с того что когда я подавала заявку на данную акцию то я не задумывалась о том какой вред это может мне принести в плане здоровья я просто подала сначала а потом уже когда я сказала родительным что я стала волонтером данной акции они конечно же меня предупреждали о том что это опасно сначала конечно же против были а потом уже подумав за и против весят все они уже можно сказать и дали добро и я уже пошла на эту акцию но конечно же присутствует риск здоровья не только моему но и моих родных моей семье потому что я проживаю с ними но у нас в штабе конечно же вы выдаются маски антисептики перчатки каждый раз мы все это вовремя меню и если конечно же лишний раз ничего сказать точнее так если придерживаться полных этих правил то думаю можно минимизировать риск и поэтому можно сказать где-то в процентов 70 я уверена что какой-никакой но и безопасности плане того что я соблюдаю все эти предостережения и можно сказать уверена в том что мои близкие они безопасности а как отнеслись твои родители как вот я не знаю за шубу своим детям ну вот я не знаю честно дорогие друзья вот как твои родители отнеслись потому что ты пошла волонтером вот такой опасный период говорю же мои родители они очень с опаской отнеслись к именно данному моему шагу потому что это опасно это очень опасно для здоровья но потом уже когда я с ним поговорила то что я хочу помогать в это время не трудно и очень время именно желаю помочь всем кто нуждается нашей помощи а именно пожилые люди и маломобильные граждане ради которых создавалась эта акция я не задумываясь можно сказать пошла на это и родители конечно сначала были против а потом уже вспомнив что я активист университета что я уже волонтер не первый раз не первого мероприятия то они уже отпустили меня но конечно же предостерегая меня то чтобы я можно сказать придерживаясь всех правил сейчас можно побеждать уточнить у заявителя тут написано что помощь во платье на руках нужно уточнить это поехать по адресу или же возможно по-другому сделать да я пока звонила нет не отвечает думаю тогда мы поедем пока 24 часа там же очередь всегда бывает и возьмем мясо отлично давай вот штаб у нас есть региональный штаб мы вместе я хотел бы чтобы ты рассказала там субъект на составе так как какие люди то находятся у тебя только что предвидеть предисловие сказал то что очень много было но есть молодых людей вот мне хотел что-то подробнее об этом и сказал кто там какие какой возраст в основном студенты кому кто же рабочие работающие граждане вот об этом ходил послушать именно возрастная категория это самая большая возрастная категория то есть у нас больше колес это конечно студенты мы как студенты более молодые нас конечно же больше но есть и разных возрастов волонтеры это старший нас которые находятся им и за 30 лет и за 40 лет есть как бы нас объединяет просто одно именно это движение акции мы вместе и мне кажется для нас нет сейчас какого-то ограничения возрасте мы просто движемся ради одной цели а именно в нашем штабе есть три функционала это вот наш функционал непосредственно выездная группа то что мы осуществляем заявку заявителей покупаем лекарства продукты по данным заявкам и отвозим их уже по адресам также есть волонтеры штаба на замере температуры которые следят за нашим здоровьем то есть каждый раз когда мы возвращаемся штаб мы заверяем свою температуру обрабатываемся снимаем силы наши перчатки маски после каждые после каждого выезда также надеваем новые да и надеваем новые также нам волонтеры штаба выдают с собой маски перчатки и антисептики чтобы мы вовремя сменяли свои перчатки и маски если мы например у нас очень много заявок бывает то что у нас очень много заявок и мы уезжаем на несколько часов а так как мы помним что маску и нужно менять через каждый час мы это все производим можно сказать в своем порядке ну и самые первые волонтеры это волонтеры который принимает заявки колл-центр колл-центр наши да это можно сказать вся голова нашего движения то что ребята принимают правильно заявку все вот это вот уточняют у людей именно какие именно лекарства нужны в какой именно бывает аптеке приобрести и далее уже направляет эту заявку на нас на выездную группу нам всегда дают собой маски перчатки чтобы меняли на каждую и пакеты куда мы складываем уже используемые маски и перчатки также нам дают дезинфектор для рук чтобы обрабатывали не только свои руки но и конечно же то что мы возьмем например продукты ну а также может хотел почему то что в нашем региональном штабе волонтеров очень много с разных организаций мы не только просто пришедшие например просто увидели объявление пришли нет есть еще волонтеры с других организаций которые тоже неравнодушные пришли на это движение ранее были волонтерами ребята тоже когда также есть ребята которые и со мной ездили на многие мероприятия также мы вместе пришли на данный штаб ну да мне и 0 скажет там какие-то специальные люди давай поговорим вот ты сейчас рассказал о том что там лекарства продукты и дать поподробнее поговорим например как осуществляется за за и заявка у человека пожилого человека на обеспечение на доставку ему лекарства у нас сейчас две заявки это в центре центральный рынок купить мясо и аптека 24 часа думаю начнем с аптеки 24 часа чтобы это все купить там бывают очереди большие и потом все это 20 наименование что видно нужно 19 именование 20 это маски которые попросили две штуки а потом куда мы едем потом мы отвозим это на скриптона и здесь на 10 микрорайоне купить на 10 микрорайоне это нужно купить центральном рынке мясо кость и мякоть и отвести это на 10 микрорайоне 14 а все отлично и едем так именно на доставку лекарств бывают многие это заявки например один вид и заявок на лекарство это забрать рецепт больницы обменять рецепт в аптечном пункте на бесплатные лекарства и отвести уже к заявителю бывает такой вид есть еще просто получили список по заявке и по этому списку поехали уже в обычную аптеку и приобрели уже лекарства за счет заявителя за счет средств заявителя и конечно же опять это все отвозится адресату именно что касается лекарств ну конечно очень много нюансов например это дозировка лекарства или же количество какое лекарство и некоторые из них очень бывают дорогие и порой мы ездим несколько аптек чтобы сравнить цены и взять более дешевый вариант потому что пожилые люди средства ограничены у них ну все что касается лекарств именно осуществляется в таком порядке как осуществляется доставка продуктов доставка продуктов доставка продуктов осуществляется таким образом тоже что скол центра у нас приходит заявка все все позиции описаны максимально и мы уже забираю заявку едем в определенный магазин это может быть у нас в листе кит магнит пятерочка на такие вот именно сетевые магазины в которых продукты могут быть где-то по акции где-то по скидке определенный продукт мы покупаем если у нас что-то них не бывает в данном магазине мы просто берем и начинаем звонить заявителю чтобы уточнить устраивать ли это цена человека или же если нету этого продукта то какой-то другой взять на замену ему уже когда все мы по списку купили все куплено мы опять же прозванием людям заявителем и отвозим это все но прежде чем приехать конечно же на адрес мы прозваниваем и спрашиваем если у человека маска если есть то чтобы они и одели перчатки маску так как нужно обезопасить не только себя но и заявить что был безопасный контакт да какие сложности бывает с мы с тобой понимаем мы с тобой это видели хотел бы рассказал о том что какие сложности какие нюансы бывают но у нас же пожилые люди люди как с ними вот какой бы ты случае бы хотел бы выделить который вот те тебя удивил возмутил или обрадовал случаев очень много за вот морской за этот короткий промежуток времени пока работает на штаб случаев разных много это и положительные и отрицательные но есть именно такие случаи у нас то что бывало поступали звонки и заявки от заявителей именно на нашу бригаду то есть их устраивало как мы осуществляем их заявку им хотелось бы чтобы мы еще раз ее осуществили именно наша бригада то есть бабушка хотела чтобы надо еще раз приехал вот так мне кажется это именно доверие человека к нам потому что мы уже приезжали мы уже можно сказать разговаривали с человеком этот человек уже видел нас то что мы правда волонтера что мы не обманываем бабушку дедушку и приезжаем именно осуществляем заявку мы и поэтому уже образовалась какое-то доверие волонтером и уже у многих ребят есть такие заявки когда просят именно их выехать на данного заявителя то есть персональный волонтер получается да можно сказать так но также бывает и например когда вот рецепты то что не бывает данного лекарства мы приезжаем объясняем но конечно же некоторые пожилые люди думают что это в наших силах взять ему лекарства в некоторых случаях мы не можем в этом помочь потому что существует очереди по лекарствам бесплатно и пытаешься вот объяснить человеку что сейчас данный момент не могут его выдать но выдадут возможно позже ну иногда бывает сразу понимают люди а бывают но не с первого раза и приходится повторно объяснить еще раз я помню это случая да давай поговорим о том как люди относятся в основном как люди относятся к помощи мы выдаем тут и со сама относишь лекарства относишь эти пакеты как люди относятся что люди говорят в основном в целом в целом в основном люди говорят именно слова благодарности того что мы им помогаем приезжаем на адреса то что ради их безопасности чтобы они не выходили из дома, мы осуществляем эти заявки. Конечно же, почти, можно сказать, 98% наших всех заявок, это, конечно, все благодарят, говорят спасибо. Но бывало и, например, когда и ругались на нас пожилые люди. Но это, конечно, небольшое недопонимание было именно по заявкам. Но это также, можно сказать, рабочие процессы, какие-то рабочие нюансы нашей деятельности. Да, просто еще некоторые люди думают, что волонтеры за это получают деньги, это их работа, и вот так вот тоже был такой случай. Да, было такое, что говорят, волонтер должен, волонтер обязан. Как бы я вам сказала, вы мне прям приобретите, принесите. Да, есть такие моменты, но сейчас уже показывают то, что это все делается у нас на добровольной основе. Мы пришли просто туда помочь, не за какие-то материальные ценности. Нет, мы просто пришли помогать пожилым людям, маломобильным гражданам. А бывают ли такие моменты, когда он такой заявитель, что еле сдерживаться? Ну, бывает, да, бывает. Я же говорила, что у нас есть разные люди, которым нужно по нескольку раз объяснять одну и ту же информацию, но бывает, человек хочет доказать, что именно он прав, и не слушая нас, начинает кричать. Да, бывает такое, что немного понервничаешь за одну заявку, за одну, за две, так тоже бывает, нервничаем. Но, конечно же, пытаемся сдерживаться максимально, потому что мы понимаем, что это люди пожилые, и некоторые в силу возраста начинают немного злиться на нас, на молодое поколение, то, что мы их не понимаем, мы их не слушаем и тому подобное. Бывают такие негативные ситуации. Ну да, отлично. Вот кого бы ты из штаба, ну там, вроде все знают друг друга, тем более ты еще каждый день уходишь, кого бы ты из штаба хотела бы выделить вот все из нас? Я думаю, этим людям будет приятно это послушать, вот, из волонтеров. Именно если из всех волонтеров выделять, это, мне кажется, будет немного нечестно, потому что мы выполняем каждую свою работу, и в каждой своей работе ас, мастер. Как бы, просто мне повезло, я побывала на всех трех позициях волонтеров. Волонтер штаба, волонтерные меры температуры и выездная группа. Так что, вот, побывала во всех этих трех видах волонтеров, я увидела у нас то, что ребята в своем деле, они мастера. И поэтому выделять кого-то, это было бы нечестно по сравнению с другими. Поэтому все волонтеры, которые находятся в нашем региональном штабе, региональном волонтерском штабе помощи пожилым людям и маломобильным гражданам, акциями вместе, они замечательные люди. И я бы хотела их всех выделить, потому что в данный период непростой, они вышли и помогают. Некоторые даже совмещают волонтерство с работой. Да, я знаю, очень много. Вот, и как бы им не мешает одно другому. А студенты сейчас, помимо вот того, что мы вот выходим на волонтерскую деятельность, у нас есть еще и дистанционное обучение, которое тоже нужно выполнять вовремя. И все ребята, они все вот эти, все свои дела совмещают, и они вот, это самые крутые, можно сказать, люди, которые не жалея себя, просто работают по инициативе своей. Да, это очень круто, я с тобой согласен. Ну и в завершении мой традиционный вопрос, пожелание, что бы ты хотела пожелать подписчикам нашим, зрителям нашим, в такой непростой период? Ну, в такой непростой период хотелось бы пожелать то, чтобы все придерживались социальной дистанции. Конечно же, носили маски, перчатки, это обязательно. Чтобы не выходили, конечно же, в такой опасный период на улицу, потому что, конечно, понимаем хорошая погода, весна, надоело уже дома сидеть, но нужно всего лишь все это перетерпеть. Если мы сейчас это все перетерпим, то дальше нам уже будет легче, и, конечно же, нас карантин отменят. Все уже, все будет хорошо, здорово, и мы также вернемся в свое привычное русло. Просто нужно немного подождать. Кстати, меня зовут Жираева Екатерина, я студентка и с недавних пор являюсь волонтером. Я очень рада, что у меня есть возможность помогать нашему старшему пополению в это нелегкое для всех нас время. Меня зовут Донара, я студентка Калмыцкого государственного университета. Я стала волонтером, потому что в это сложное время люди должны думать друг о друге и помогать, если есть такая возможность. Меня зовут Виктория Мацакова, я куратор правильного питания и фитнес-инструктор клуба «Преображение Новое Я». Моя миссия – помогать людям, я решила вступить в ряды волонтеров. Меня зовут Оля Владимирова, я студентка. Ранее я никогда не была волонтером, но сейчас, в период пандемии, я решила помогать пожилым и нуждающимся в этот непростой период. Синглеева Баира, я преподаватель Калмыцкого государственного университета. Проявив свою гражданскую сознательность, я пришла в волонтерство. Я являюсь волонтером выездной группы, работаю в паре с ОМОНовым слотом и мы выезжаем на заявки. Здравствуйте, меня зовут Угдеева Мланга и сейчас я учусь на пятом курсе. Я решила стать волонтером, потому что, несмотря на то, что сейчас все мы находимся в опасности, мы не должны забывать о том, что мы люди и оставаться людьми в такой сложной ситуации. Правильно, ты как министр здравоохранения не говоришь. Итак, дорогие друзья, это у нас был разговор о добровольцах, о волонтерстве. У нас в гостях был волонтер со стажем, это мой шеф, как я называю, Надежда Хаджинова. Спасибо тебе, что пришла, что уделила время рассказать нам о волонтерстве. Я думаю, что это будет полезная передача, поскольку мало кто знает. А еще, кстати, у нас волонтерство отрегулировано на законодательном уровне, за это закон о благотворительной помощи и добровольцах, скобках, волонтерстве. Так что, дорогие друзья, еще раз у нас огромная просьба с Максимом. Смотрите наши видео, если они вам нравятся, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Давайте с вами наладим обратную связь. Нам очень приятно их читать, смотреть, мы на них отвечаем. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok